Субтитры сделал DimaTorzok Шмалим дурь, курим шмаль, дуем коку, пиво пьём, пиво пьём, пьём, пьём Косяки, бля, продаём, кто продаёт, мы продаём, забиваем, продаём Отсыпь на забивку Пятнашка баксов, чувачок, гони в лапу, пятачок Если с бабками облом, даю в долг, долг, долг Эй, Джан Лав, е-е-е, о-е-е, о-е-е Я знаю, кто ты, кто ты, кто ты, е-е Чё ты горланишь? И снова здравствуйте, с вами Деф Ну а сегодня мы начнём знакомиться с линейкой фигурок от компании Diamond Select По вселенной View Ask Universe И начать я хочу с фигурки Джея Давайте, как обычно, познакомимся с биографией этого персонажа Джея, как я и говорил, является частью вселенной View Ask Universe Эта вселенная создана замечательным режиссёром и гиком Кевином Смитом В неё входят практически все его фильмы А с персонажем Джея мы познакомились первый раз в 1994 году в фильме Клерки Далее его персонаж раскрывался по ходу выхода фильмов Разумеется, больше всего мы узнали в их сольном и одноимённом фильме Джея и молчаливый Боб наносят ответный удар Персонаж Джея никогда не отличался особым умом, чем он, скорее всего, обязан своей маме Которая постоянно ругалась матом, вследствие чего первое слово Джея было бля Также, когда нам показывали его мать, которая зашла в магазин, быстро остановка Она хотела что-нибудь своровать там, в то время, когда мать Боба хотела купить сыра Так что яблоко от яблок Молчаливый Боб же, его лучший друг Полная противоположность Джея Он полностью дополняет его в плане остроты ума То есть они как инь и янь Но о Бобе поговорим уже в следующем видео Сам Кевин Смит называет Джея бисексуалом То есть его сексуальные предпочтения не зависят от пола человека Скорее от желания на текущий момент Что не раз подтверждалось в фильмах, где он мог сходить с ума как от девушки Так и ярко выражать гомосексуальные наклонности Также это доказал тринадцатый чернокожий апостол Руфус Джей, как и Боб, являются барыгами и пророками по совместительству Ну что ж, давайте посмотрим на коробку, в которой идет эта фигурка Фигурка абсолютно и совершенно стандартная для компании Diamond Select А именно, это большая прозрачная упаковка, которая показывает всю фигурку И аксессуары, которые идут с ней в комплекте Логотип фильма Джея и Молчаливый Боб наносят ответный удар Название фигурки Джея И в уголку небольшой арт, который как-то олицетворяет самого персонажа В данном случае это карикатурное изображение Джея и Боба На оборотной стороне мы видим фото обоих фигурок Причем фото как обычное, так и фото с альтернативными головами Поскольку у фигурок идет две альтернативные головы в комплекте Название самих фигурок и небольшая биография этих персонажей Также в нижней части фотографии обоих фигурок на фоне РСТ видеопроката И приписка, что нужно собрать две фигурки для того, чтобы собрать полный задний фон этого самого проката На фоне которого как раз таки появились эти персонажи первый раз в фильме Клерки И на фоне которого они появлялись в большинстве своих фильмов Также в нижней части коробки присутствует как логотип компании Diamond Select Так и логотип компании Miramax Films Которая не так давно продала права на реализацию фигурок по персонажам своих фильмов в компании Diamond Select Именно поэтому появился Джей Молчаливый Боб И в скором времени выходит огромная коллекция с 12 фигурок охотников за привидениями И разумеется возрастные ограничения детям выше 3 лет Поскольку имеются мелкие детали Следовательно мне эту фигурку открывать можно Давайте откроем его, посмотрим что внутри Итак фигурка открыта И как вы видите у нас как обычно здесь идет достаточно большое количество аксессуаров Давайте для начала познакомимся с ними поближе Значит в комплекте у нас с Джейм идет дополнительная альтернативная голова Вот с таким вот выражением лица Я если честно небольшой фанат именно этой головы Поскольку, ну, мне кажется оно не очень хорошо получилось Но тем не менее такой вариант есть И приятно что это в принципе присутствует Также дополнительная рука с горящей сигаретой Очень хорошо сделанная рука Очень хорошо вылепленная Отлично я бы сказал даже И структуры кожи соблюдены И ногти тоже подчеркнуты Абсолютно все это есть И это очень хорошо Также горящая сигарета мне тоже очень нравится Как она реализована То есть немного красного, немного черного на конце Сделана отлично Также в комплекте идет пачка сигарет Nails, которые рекламируются в этой вселенной И есть ихний постер на подставках тоже Но на подставке бога правда И внутри, как ни странно, но есть сигарет Попробуем обратиться к пинцету за помощью Вот такие вот Выглядят правда не как обычные сигареты А как нечто другое Но для вселенной Джея и Боба И для Джея в частности это логично И еще он идет вот с такой вот интересной вещички К сожалению лупы я у себя в доме не нашел Поэтому с горем пополам ее увеличил через телефон Это оказалась клубная карта профсоюза Распространителей наркотиков То есть барыг Даже это учли во вселенной Кевина Смита Это очень клево, это не может не радовать Очень интересная вещь, тонкая работа И спасибо большое ребятам из компании Diamond Select Что они нам ее дали И разумеется подставочка Абсолютно базовая, элементарная Но очень красиво покрашенная Рифленость такая небольшая есть С оборотной стороны ничего нету Она лишена текстуры Нет никаких штырьков Хотя у фигурки Джея и Боба есть отверстие в подошвах То есть это просто прямая Прямоугольная гладкая поверхность Вот Также здесь есть небольшой разрез Куда можно поставить вот эту часть заднего фона При этом это простой картон Вот таким вот образом Она встает достаточно ровно, хорошо На оборотной стороне внутренняя часть магазина То есть вы можете поставить Джея и Боба, будто бы они Либо внутри магазина, либо снаружи То есть это тоже приятно, это классно И место для наклейки Поскольку две подставки держат между собой наклейка Которая шла в комплекте с фигуркой Боба Вот такая вот вещь Итак, фигурка открыта Как мы все с вами знаем Фигурка сделана по образу Джея Из фильма Джея молчаливый Боб наносит ответный удар Хотя герои всегда появлялись в одном и том же внешнем виде Во всех фильмах, если я конечно не ошибаюсь Лицо сделано очень хорошо И он действительно похож на свой прообраз То есть на Джейсона Мьюза Хотя я бы не сказал, что вот прям точная копия Но тем не менее, когда смотрю на его лицо Первое, что приходит в голову Это именно Джейсон Мьюз То есть актер, который играл Джея Сделан достаточно хорошо Цвет кожи подобран очень красиво Последнее время цвет кожи в фигурках меня очень радует И это в принципе приятно То есть они начали иметь настоящий человеческий цвет кожи телесный Очень хорошо сделана лепка носа И глаз лица В целом всех черт его лица Очень хорошо прорисованы складки вокруг носа Губы, подбородок Все это отлично Покрашен он тоже очень и очень хорошо Дефектов покраски с лицом я не вижу Хотя на некоторых фигурках, отталкиваясь от остальных обзоров Дефекты в покраске были Вся куртка покрашена в желтый цвет С серыми боками И коричневой передней частью Которая должна теоретически застегиваться Здесь должны быть кнопки Они в принципе вылеплены Куртка сделана из мягкой резины Поэтому она теоретически не должна сковывать движение Джея Майка сделана из твердой резины Поэтому как раз таки вот она И сковывает его движение И делает вот эту вот часть единым куском То есть сомневаюсь, что он будет вращаться Вокруг пояса Очень плохо идет Но тем не менее Детализация в принципе очень хорошо сделана Там где она имеет место быть То есть допустим карман вылеплен Складки самой куртки сделаны Также капюшон хорошо прорисован Он вылеплен и дополнительно покрашен Хотя в целом желтый цвет заполнен просто желтым Без каких-либо теней Что в принципе не совсем хорошо Можно было сделать небольшое темное напыление Далее штаны То же самое происходит и со штанами Лепка штанов сделана отлично То есть складки одежды есть Полосы красные и белые заполнены грамотно Никаких заходов одного цвета на другой Здесь нет Цвета тоже достаточно приятные И ботинки сделаны тоже очень и очень хорошо Шнуровка, подошва, все на месте В целом фигурка очень хорошая Очень приятная Я в нем недостатков не вижу Единственный его минус Если конечно это можно так назвать В том, что он очень базовый По большому счету это просто обычная фигурка Нет ничего выдающегося Если конечно не считать того факта Что это фигурка Джея Того самого Джея Из фильма Джея молчаливый боб на носит ответный удар Или же из одного из моих любимых фильмов Догма Давайте посмотрим на его суставы Голова Джея съемная Поэтому она крепится на шаровом шарнире Но из-за волос, из-за его прически Он практически лишен какой-либо свободы движения Максимум, что можно получить от него Это вращение вот такое Он не может опустить голову вниз И не может ее поднять вверх Ну то есть совсем чуть-чуть Поэтому считайте, что движения в голове практически нет Рука поднимается хорошо Вот до такого угла Вращается естественно свободно вокруг своей оси В локте обычный сустав одинарный Который позволяет локтю гнуться до Практически прямого угла Разгибаться до прямой линии Рука съемная, как мы все с вами помним Поскольку есть дополнительная рука с сигаретой Поэтому она крепится на вот таком вот интересном суставе То есть это даже не шаровой шарнир Это просто обычный сустав Поэтому рука вращается вокруг своей оси и все Как мы уже выяснили В поясе сустав есть Но из-за того, что фигурка сделана из твердой резины То есть майка фигурки сделана из резины Особого движения нету Хотя вокруг своей оси он все-таки вращается Но наклоняться из стороны в сторону он уже не будет В основании ног установлен сустав Который позволяет ноге подняться вот так вот вверх Чуть-чуть отогнуться назад Но дальше не идет Ибо мешает как сама куртка, так и майка То есть в целом там очень много вещей Которые препятствуют тому, чтобы нога оттопыривалась назад И она чуть-чуть поднимается в сторону Но опять-таки движение сковывает куртка В коленке установлен двойной сустав Который позволяет колену вот таким вот образом Хорошо гнуться назад, то есть полностью Также мне очень нравится, как реализован этот сустав Я вот такую реализацию вижу на последних новых фигурках От Diamond Select То есть сохраняется образ того, что это штаны Конкретно вот это место мне очень нравится Такая прямая заклепка, которая закрывает сустав Интересное решение И в щиколотке тоже есть обычный сустав Который позволяет щиколотке чуть-чуть оттопыриваться назад Чуть-чуть подниматься вверх И ходить чуть-чуть из стороны в сторону В целом фигурка очень хорошо стоит на своих двух Каких-либо дефектов в этом я не вижу Также он очень тяжелый, что мне тоже кажется немаловажная вещь Как мне кажется, если фигурка тяжелая, значит она качественная В случае с джем так и есть Высота Джея 18,5 сантиметров То есть фигурка хорошо среднего размера Подводя итог этого видео, хочется сказать, что фигурка Джея Получилась очень и очень хорошей Он несомненно похож на свой прообраз То есть на актера Джеймса Мьюза И первое, что приходит в голову, когда видишь эту фигурку Что это фигурка непосредственно Джея И актера Джеймса Мьюза Хотя попадалого не совсем точно Фигурка Боба мне нравится больше Он более похож на Кевина Смита В любом случае, фигурка получилась достаточно качественной Интересные аксессуары То есть если собрать две фигурки То можно получить целую диораму А именно магазин, РСТ, прокат На фоне которого они стояли Во всех практически фильмах, в которых они появлялись Такая деталь не может не радовать Это шикарный подарок для фанатов Советую ли я покупать его? Достаточно сложный вопрос Персонаж Джея, как и Боба Молчаливого Достаточно посредственный Они принадлежат, я не побоюсь этого слова К прошлой киноэпохе И современное подрастающее поколение гиков Фанатов комиксов и так далее Может просто не понять тот юмор Который был в те времена В тех фильмах Поэтому, если вы фанат этих персонажей Если вы любите их Смотрели их фильмы И вам они нравились То, несомненно, этот выбор для вас Также компания Diamond Select создала огромное количество фигурок По вселенной Ask Universe По вселенной Кевина Смита Это как персонажи Джей Молчаливого Боба Причем они есть в трех вариациях Это эта фигурка, которая у нас есть здесь Также черно-белые вариации А также их образы из комикса И из фильма То есть пыхарь и хроник И вроде как все они стоят точно так же, как и Джей То есть по 25 евро каждая фигурка На этом, думаю, можно заканчивать данный обзор Если вам понравилось Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал А также на мою группу ВКонтакте В ближайшее время, обещаю, будет продолжение А именно обзор на фигурку Молчаливого Боба Где также шла вторая часть диорамы ихней Совместно я ее соберу именно в следующем обзоре Также в ближайшее время на канале появится мини-обзор Статуэтки Дружище Христоса Из фильма Догмы Ну и как всегда я хочу напомнить Что я приветствую любую конструктивную критику Связаться со мной очень просто Это можно сделать либо через комментарий К этому ролику на YouTube Либо же через мою группу ВКонтакте Ссылку я оставлю в описании к этому видео Ну и на этом, думаю, все Благодарю вас за просмотр Умейте радоваться мелочам И не отказывайте себе в удовольствиях Всего доброго